так сегодня у нас 24 июня подмерз тепло в доме то ты вчера на занятиях то был по skype уборкой занимался опоздал на полчаса а я тебе сказал прекращай уборка иди на занятия почему не остановился сюда смотрелось а вот и обещал игнать тихоновичу слушаться меня как я тебе сказал прекращаем уроки ты нет по-своему нет надо мне доделать эти до занятия еще сказал прекращай пошли на занятия за 10 минут тебе сказал смотрю ты на занятия сел только было уже полчаса прошло почему почему-то меня не послышал не помню какая-то суета опять без тебя мутит тебе сергей плач говорит одно ты свое опять своеволе вот у тебя как как слово божие тебе надо то в туалет то то грязь развозить то еще чё-то 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 тебе надо делать только не словом божем заниматься и какой-то вчера вопрос задал игнать тихоновичу 1 как избавиться от ленин и чё он тебе сказал ну труд трудом делать все как с радостью да еще чё он тебе сказал не помнишь вспоминай только что говорили передать что он про тюрьму говорил про тюрьму говорил да как в тюрьме там в тюрьме тебе не дадут по полчаса в туалете сидит и папа папа по 10 минут носки надевать утром встали одновременно я уже умылся туалет сходил утреннее правило прочитал поклоны сделал делаю последний поклон ты встаешь только рядом встали одновременно полчаса у тебя ушло на туалет на умывание и на надевание носков а ты можешь это быстрее делать в тюрьме ты это сделаешь за пять минут согласен а почему а потому что там мужики с дубинами стоят понимаешь и с собаками и будешь делать вчера на полчаса опоздал сегодня на полчаса опоздал на службу объяснительно отдал на полчаса опоздал и на тихонич прочитал чё он сказал ничего не сказал молодец уже ушел не про тебе читал чё еще и на тихонич сказал тебя как тебя воспитывать чтобы ты сергея павловича слушался чё с тобой мне делать ну подними глаза то вася чё ты скукожился то не помнишь вот это вот чё вот это вот лежит что ремнем драть ремнем драть тебя это игнать тихонич так тебе посоветовал чтобы ты избавился от беса непослушания от беса лени и поститься и есть тебе не давать так он посоветовал ты согласен что это поможет вот смотри ты два дня постился не пил не ел не помогло без сгоняется постом и молитвой мы постились и молились не помогло ты как был вот это тот заскорузлый такой медлительный чуть-чуть там у тебя проявляется иногда но с таким скрипом христос сказал бес изгоняется только постом и молитвой но тут игнать тихонич еще посоветовал катализатор к этому еще чтоб он несомненно изгонится ну сколько же можно уже там сидит у тебя уже всю жизнь он там сидит ему там хорошо вольготно в тебе в чреве твоем ты его питаешь вчера каши 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 дал ему сырой этому бесу зачем он у тебя выпросил но не получилось каши стоит зачем есть ее сырую то чтоб потом в туалете сидеть ее давить полчаса не мог выдавить никак дайте мне чего-нибудь слабительного какой-то зачем ты сырую кашу ел какая необходимость кушать хотел ну надо же над своим чревом то власть иметь надо смотреть че кушать то не получилось но отварил да вари кашу то но это 20 минут то дело но видел не сварилась видел что он уже время вышло но время вышло все не ешь кто не успел тот опоздал знаешь такую поговорку притчу о десяти девах читал ну-ка расскажи было 10 дев 5 мудрых 5 мудрых и 5 глупых вот и каким себя прочищаешь когда все время опаздываешь вот глупая дева это еще и не дева к тому же грех такой смертный девы даже опоздали все добрых дел не никаких вчера спаси христос полы помыл тут мне помог с мебелью это трудился молодец как мог с утра опять еще не можешь раскачать себя никак все медленно так как тебя вася посоветуешь исправлять будем продолжать дальше поститься и молиться или катализатор будем применять радикальными мерами будем тебя воспитывать или традиционными как господь повелел глянься давай не знаешь но я тебе говорю вася выбирай сегодня опять с тобой не пьем не едим надо же как-то тебе помогать но труд еще труд такая ты говоришь берут меня голодала толку никакого толку никакого ну еще три дня так вася потому что знаешь почему толку это потому что ты не постишься а голодаешь а это две большие разницы пост он для господа помоги ты постишься для того чтобы быстрее потом нажраться этой каши сырой до воды 3 литра выпил зачем то а я тебе говорил не это чтобы ты воду пил опять я не хотел но я тебе говорю вася пей у тебя будет обезвоживание говорил сухое голодание провод без не вышел потому что ты вася не постился а ты заменил на сухое голодание поэтому он и сидите в тебе понимаешь да правильно настоящий пост это без без еды без 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 воды строгий пост но коли ты уже в преклонном возрасте обезвоживание может быть поэтому церковь как любящая мать но делает послабление без строгий пост без пищи многие пьют воду в этот пост я тебе советовал и сам тоже пил воду видишь опять если я не хочу а вышло то как вот я не хочу а я тебе говорю пей воду а у тебя через три дня говорить не можешь обезвоживание сырой каши на напился 3 3 3 литра воды выпил потом после этого из поста то выходить не умеешь опыта то нет и и чем кончилось просто напился побольше в туалете сколько сидел после этого час или два ну да конечно какого нету как ну еще там сидеть раз нету ничего не мог ты сходить запор у тебя после этого был так так если кала нету ну а зачем сидел если кала нету не знаю вот жизнь такая у тебя вася холодильник туалет холодильник туалет я как не приду ли ты либо в туалете либо на кухне либо в телевизор тебе еще вот показал треугольник это все пенсионеры по такому треугольнику живут телевизор холодильник туалет телевизор у тебя сейчас уберу холодильник уберу и туалет закрою у меня есть страсти к нему нету кому нету к телевизору но есть он или нет но смотрел я уже отвык от него но вспомни я пришел к тебе ну если есть он ну я посмотрел вася но есть посмотрел а тебя говорит я смотрел то душеполезное душеполезное я знаю стихи Игнатия Тихонов душеполезное но ты опять я смотрел но я-то тебе сказал вася вот на душеполезное столько-то времени на работу столько-то времени надо и то и другое делать богу божию кесарю кесарева ты опять меня не послушался кино просмотрел да я то пришел то ты не тоже полезное смотрел ты опять лукавишь какой-то фильм смотрел про охотник а я чё тебе сказал делать листовки расклеить листовки расклеить а ты киночку просмотрел про охотников зачем тебе у тебя ружье есть ты когда-нибудь охотил я так-то не руну интересно просто просто интересно вот что с тобой делать продолжаем теперь поститься ну ты говоришь толку нету то есть ты с этим бесом у тебя веры нету что что попал ты веришь что бесы вот без лени и без объедения изгоняются постом и молитвы мы чтобы постились и ты не объедался два дня ты выдержал первый раз в жизни ты выдержал без воды без еды я тебе говорю ну я могу ну полмесяца могу голодать но а потом опять это же самое так я тебе говорю причину то потом опять потому что ты ну какая причина ты игнать тихоничу задавал вопрос у тебя радости в работе нету ты делаешь это без веры и без радости для тебя это просто голодание то есть это это не для господа делаешь неизвестно для чего для здоровья это делаешь голодаешь ну вот сейчас пост просто я я я не не пью не ем и ты вместе со со мной а давай проверим до пасхи не не ешь вообще ну ты сказал полмесяца ну до пасхи сколько ну до пасхи больше давай до пасхи не будем полмесяца у меня живешь а то копить будешь а то то есть у тебя веры нет три дня полмесяца ну какая разница да есть у вас разница есть у вас разница я на себе это испытал есть ты сколько вот своей жизни вообще постился дней у тебя сколько лет 70 лет за 70 лет сколько дней ты постился я уж не говорю лет ну до того как у меня жил ты постился нет ни дня нет ни дня и ты хочешь чтобы вот 70 лет тебе этот без сидел на поздной пищи жил ну да понятно то веры в тебя вася нету в это поэтому в тебя бесы не выходит поверьте вашей да будет вам и и меня без линии мучает я верю пасть попасть попасть из меня уходит силы господь дает и меня тоже этот без линии подступает ко мне пузо-то вон какой без объедения но я борюсь и побеждаю с божьей помощью потому что у меня вера в это есть что бесы сгоняться только постом и молитвой а ты говоришь а толку то ну два дня три дня две недели буду поститься все равно бес из меня не выйдет он тебя сковал охмурил и сходить из тебя не выходит не хочет из тебя выходить веры у тебя в этого вася нету проси веры веры ты просил молитву мало просил мало молишься ты сам когда-нибудь вставал на молитву когда меня дома не не нету никогда перед едой только ну потому что так положено не помолишься не поешь сейчас пищу тебя не давай так ты не будешь молиться просил бога веры вася проси иначе зачем ты неверующий нужен верующий в сына имеет жизнь мир вечно они верующий не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем на ты не веришь что господь может изгнать постом и молитвой бесы изгоняются я в это у меня было сто процент наверное это поэтому бес из сына моего вышел из меня вышел а из тебя не могу вытравить может не хватает во мне веры да в тебе не хватает и святые говорят никто не я не бог тебе не поможет ли сам себе это не хочешь ты сам признался толку то то есть и богохульник неверующий что бес может выйти поэтому нам нужно будет наверно расставаться с тобой исключать тебя из общины вообще раз ты неверующий поставлю вопрос на церковно-приходском совете